Министр внутренних дел Роберт Кьют провел выездные совещания в Гудаутском и Гагарском районах. В совещании принял участие первый заместитель министра Руслан Ажиба. О работе отдела внутренних дел по Гудаутскому району доложил начальник ЗОСМА ГИЦБА. Уважаемый министр, дорогие коллеги, разрешите доложить за 7 месяцев 2024 года. Хочу отметить, что за данный период зарегистрирован в УВД по Гудаутскому району 52 преступления, из них раскрыто 50. За аналогичный период прошлого года? За аналогичный у нас зарегистрировано 51, раскрыто 46. В этом году мы раскрыли 50. Из них... Получается, у нас на одно преступление больше, но раскрываемость тоже так же больше? Да, так точно. В целом, общая раскрываемость преступлений общей уголовной направленности по району составила 96%. Отделом уголовного розыска за 7 месяцев 2024 года в УВД доставлено 416 человек. Из них привлечены к административной ответственности 82 человека. Задержаны по подозрению в совершении преступления 44 человек. Отпущены после установления личности 290. Также ГИЦБО рассказал о работе ОГАИ. За 7 месяцев составлено 2960 протоколов. Из них 114 в состоянии алкогольного опьянения, те, которые были за рулем. Ну, 106 человек были лишены. И 8 человек, это те, которые были бесправы. Сколько дорожных транспортных происшествий на территории Гудовского района? За 7 месяцев у нас 25, из которых погибло 10 человек. А в прошлом году у нас за 70-26 погибли 15. Генерал-майор милиции Роберт Кьют поручил усилить работу в части борьбы с распространением наркотиков в районе. Первый замминистра Руслан Ажиба отметил хороший уровень работы личного состава в части борьбы с майнингом в районе, обозначив важность сохранения сложившейся тенденции. Далее руководители МВД смотрели ход ремонтных работ в изоляторе временного содержания при Гудоводском РОВД. После чего выездное совещание продолжилось в Управлении внутренних дел по Гагарскому району. О статистике за 7 месяцев доложил начальник УВД Денис Айба. В 2022 году зарегистрировано 86 преступлений, из них раскрыто 71. Процент раскрываемости составил 82,60. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 70 преступлений, из них раскрыто 63. Процент раскрываемости составил 90%. Из 86 зарегистрированных преступлений, тяжких 40, раскрыто 26, процентная раскрываемость составила 65. За аналогичный период прошлого года было совершено 25 тяжких преступлений, раскрыто 18, процент раскрываемости составил 72. Из общего количества зарегистрированных преступлений это убийство с покушением 3, кражи тайного хищения имущества 27, незаконное ношение и хранение оружия 7, незаконный оборот наркотических средств 15, ДТП со смертельным исходом 4, ДТП без смерти 16, тяжкие телесные повреждения 2, поджоги чужого имущества 3, прочие преступления 9. Крабеж за текущий период времени нет фактов, а за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 3 факта, из которых было раскрыто 2. Следственными подразделениями УВД по Гагарскому району за 7 месяцев в суд направлено 34 уголовных дела. Службой милиции общественной безопасности было составлено 652 административных протокола, 89 человек подвергнуты Гагарским районным судом административному аресту. Проведены работы в области противодействия нелегальной и трудовой миграции. Составлено 322 протокола, 14 граждан были выдворены за пределы Республики Абхазия. Также 65 протоколов было составлено за отсутствие лицензии на перевозку пассажиров. За 7 месяцев было обнаружено и изъято на территории Гагарского района 62 аппарата по добыче криптовалюты. Систематически проводится мониторинг ранее выявленных и отключенных майнинг-ферм. Продолжают усиленную службу сотрудники ГАИ. В отчетном периоде было выявлено и составлено 7082 протокола за нарушение правила дорожного движения. Из них за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения 219 протоколов. Превышение скоростного решима 799. Нарушение правил дорожной разметки 610. Тонирование стекол 395. Право управления транспортными средствами лишены 214 человек. Также в суд направлено 25 материалов по тем лицам, которые были уже лишены, задержаны и подвергнуты административным арестам. Это сроком на 5 суток и 30 суток, 15 суток. При этом за отчетный период произошло 36 ДТП, в которых погибли 11 человек. Данный показатель Роберт Кьют констатировал как неудовлетворительный. Каждую ситуацию отдельно, конечно, я знаю. Я обратно говорю, вот мы в прошлом году констатировали факт того, что Гудовудский район был самый такой, скажем, район по числу погибших на дорогах. В Гаграх, конечно, всего было 5 человек. В этом году уже 11. Но имеется в виду за 7 месяцев сравнение брать. Сейчас, вы знаете, сейчас мы будем систему патрулирования. Мы оборудуем автомобили, которые мы приобрели. Далее мы их разобьем по участкам. В непосредственном контакте с начальником ГАИ районных подразделений, за каждый участок, те, кто там работают, будут отвечать головой. Максимально надо работать. У вас на территории очень много развлекательных, скажем так, заведений. По данным сотрудников, сегодня в Гагрском районе постоянно находятся на отдыхе до 30 тысяч туристов, в связи с чем личный состав работает в усиленном режиме, чтобы не допустить рост, краж и ДТП. Министр внутренних дел поручил усилить работу по всем направлениям. Гаграх – локомотив туризма в нашей стране. «Завершите сезон благополучно, обеспечьте безопасность прибывающих к вам на отдых гостей и местных граждан», – резюмировал генерал-майор милиции Киут. «Завершите сезон благополучно, обеспечьте безопасность прибывающих к вам на отдыхе до 30 тысяч туристов.